Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь в машиностроительной отрасли. Последнее место моей работы также является венцом 35-летнего стажа. Учиться, учиться, еще раз учиться должен директор, потому что если он остановится в своем развитии, упустит что-то, особенно сегодня в бурно развивающемся мире технологии. Поэтому я сам имею пять дипломов, потому что считаю, что все время нужно повышать свой уровень. Я требую от каждого руководителя, естественно, инициативы в данном направлении. Каждый должен составлять свои планы для улучшения работы всего завода и постоянно их и контролировать, информировать меня, в какой части что пошло не так, чтобы я мог своевременно принимать управленческие решения для достижения общей цели. Меня зовут Иваньков Григорий Иванович, я генеральный директор управляющей компанией холдинга «Литфельмаш». Мой рабочий день Начинается с 7.30. Доброе утро! Доброе утро! Танцент генеральный директор. Дальше следую на завод и прохожу по производственному циклу все подразделения. Это дисциплинирует, когда наш директор уже в 7.30 цеху. Доброе утро! Как дела? Все работает в штатном режиме. Задача моя не только это дисциплинирование, это само собой тоже нужно, но и, естественно, понять, какие дела на каждом участке. План сделаем? План, я думаю, сделаем обязательно. И в понедельник машины в 415-е начнут поступать на груз. Так я прохожу все участки. Заготовительный, механический, дальше иду на сварочный участок, сборочный, ну, по технологическому циклу. И уже в финале встречаюсь с замом по производству и начальником производства. Ну, и в целом уже обсуждаем проблемы. Мы должны за счет этой системы все точки поставить. Мы же почему 17 их делали? Чтобы все точки поставить и знать, где какой расход, определить пики, чтобы могли этим управлять. Ну, 17 стоит, просто у нас 4 по заводу именно, а остальные у нас по всем субавонентам. Ликбас, торговый... Ну, хорошо, 17 стоит, а не дают информацию определенную? А не дают информацию... Мы можем ее анализировать? Мы только субавоненты можем анализировать и 4 счетчика, которые по заводу. Конкретно по участкам мы не можем проанализировать. А что для этого надо сделать? Почему тут... Надо устанавливать счетчики на участке, тут надо подумать, как правильно сделать. Таким образом я уже узнаю состояние производства, готовность его, где какие проблемы есть. И, соответственно, уже исходя из этого, планирую дальше свой рабочий день. После обхода производственных подразделений я захожу в медпункт. У нас есть фельдшер, который информирует меня о состоянии дел по заболеваемости. Доброе утро! Доброе утро! Как у нас обстоят дела? Обстоят дела в положительную сторону. На утро на сегодня на Алиске нетрудоспособности у нас находится 32 человека. С полдевятого здесь обычно мы, значит, с секретарем обсуждаем график работы на день. Определенные совещания планируем. В 9.30 проходит планерка еженедельная, на которой собираются, значит, все заведения. Заместители мои, ну, руководители структурных подразделений. Давайте будем пробовать что-то новое вносить. То есть, в принципе, там понятно расписано, кому. То есть, там главное, что точка отсчета, что контракт подписан, деньги пришли, можно начинать работу. Обязательно надо будет упомянуть, что мы выполнили те обязательства, как бы трудно нам не было, да? И сумма, сколько там было, 280 или сколько? 280 тысяч погашено. Погашено по сегодняшний день, правильно? В течение дня я работаю с документами, потому что почты очень много. В полпятого никто не убегает, да, хотя рабочий день заканчивается в полпятого. Ну, где-то ближе к полшестому-шести становится поспокойней. Опять же обхожу завод, смотрю, чем занимаются люди во второй смене. Очень широкая номенклатура изделий. То есть, основное направление – это картофельная тематика, это картофельные сажалки, картофельные копалки. Обработка почвы, плужная. Целая линейка барон, различных групп тяговых машин. Здесь представлена одна из барон, самая тяжелая барона, которая используется на тяжелых почвах. Это север нашей республики, это Казахстан, там и прочее, где очень трудные почвы. Данный агрегат позволяет производить обработку. Сеялка восьмирядная и культиватор, который в тандеме с сеялкой работает при посеве культур. Это косилка, которая предназначена для покоса трав придорожных. Культиватор хлопковый, который мы поставляем в Узбекистан. Бюджетная цена и хороший функционал. За счет этого мы имеем хороший спрос. Любая машина, она состоит из ряда узлов, деталей, материалов и комплектующих. Производственные подразделения получают материалы и начинают его переработку. Переработка начинается с заготовительного цеха, в котором осуществляется раскрой сортового металлопроката. Дальше металл, согласно технологии, поступает в разные переделы. Есть прессовый участок, на котором производится штамповка деталей различной конфигурации и глубокая вытяжка. Есть участок гибочный, на котором определенные детали производятся гибко. Тандемные пресса, которые позволяют вернуть детали до 6 метров. После заготовительного передела детали поступают или в механический цех для дальнейшей механической обработки, или сразу на сварочный цех. После окраски гальваники детали поступают на сборочное производство. По разным технологическим процессам детали стекаются на сборочный участок, где происходит финальная сборка уже в машину и происходит ее испытание на предмет качества сборки в соответствии с ее тактико-техническим характеристиками. Бюро управления по качеству входит в три структуры. БТК – бюро технического контроля, которое следит за всей техникой, начиная от входного контроля и заканчивая конечной продукцией. На всех этапах производства назначены люди, которые отвечают за выпуск качественной продукции. Бюро технического контроля и стандартизации и отдел монтажа и сервисного обслуживания. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001, которая позволяет функционировать и контролировать все этапы производства. Также отдел монтажа технического и сервисного обслуживания. Также гарантийным, послегарантийным ремонтом всей линейки техники, которая выпускается на предприятии. Так как и на некоторые наши изделия крупногабаритные получаются, то не всегда возможно уже в собранном и испытанном виде отгрузить. Так как очень много места занимает, естественно, невыгодная логистика. Поэтому некоторые машины мы после сборки испытания разбираем и по-разному их упаковываем. Сейчас происходит дозагрузка автомобиля сельскохозяйственной техникой. Конкретно это картофелекопатели КТН-2В, которые буквально уже через полчаса уедут на Российскую Федерацию нашему потребителю. Они грузятся достаточно своеобразно. Это называется елочка. Культиваторы и растения-питатели хлопковые для Узбекистана грузятся полностью в разобранном состоянии. Их входит в 8 полуприцепов. Кроме сельскохозяйственной техники, мы также выпускаем весь ассортимент запасных частей к ней. И, соответственно, по заявкам наших потребителей, мы отгружаем для ремонта и, соответственно, для обслуживания нашей техники. Наши технические инженерные специалисты сбалансировали наш ассортимент таким образом, что в каждый сезон мы имеем технику, которую мы можем выпускать и можем отгружать по заявкам наших потребителей. Сейчас мы производим пескоразбрасыватели L415 и L116-01 для предприятий ЖКХ. Данная техника используется для посыпания улиц, дорог, тротуаров, для защиты людей и автомобилей от негативных последствий нашей природы. Каждый сезон, каждый месяц у нас что-то добавляется, меняется, и мы выпускаем нашу технику более чем в 20 стран мира. В ближайшее время мы планируем запустить линию окрашивания современную с использованием катафореза. Это позволит повысить качество наших изделий, соответственно, конкурентность ее повысит, и мы надеемся увеличить объем выпуска как минимум в два раза. Сейчас мы как раз находимся на новой покрасочной линии. Передвижение всех деталей и узлов, начиная от завешивания съема, в автоматическом режиме. Здесь осуществляется подготовка поверхности с новым видом налоги. Дальше линии после сушки идут на нанесение лакокрасочного покрытия, и повторно идет сушка. Это одна из современнейших линий. Даже на сегодняшний день такие линии используются в автомобилестроении. По результатам работы 2020 года доля продукции для сельхозназначения составляла 10%. С учетом нашей работы и ввода в эксплуатацию линии окраски современной, которая позволит уровень качества окраски довести до мировых стандартных, мы планируем увеличить объем выпуска в текущем году до 30% от общего объема продукции. С конца 70-х годов, после обретения названия «Литсельмаш», практически 95% выпускаемой продукции – это были машины для сельхозпотребителей. Но с начала независимости Республики Беларусь в середине 90-х годов мы начали искать новые направления развития, так как спрос на эту продукцию резко упал. И мы вынуждены были искать, естественно, новое направление деятельности. Вторым направлением деятельности после сельхозмашиностроения стало производство зерносушильных комплексов, так машиночистки и селосового хранения. Комплексы хранения – это большие бочки, которые стоят, соединенные между собой галереями, транспортерами. Есть нори, которые поднимают туда зерно. Также это комплекс, в котором непосредственно происходит сушка зерна, и который передается либо на длительное хранение, либо на емкости выгрузки на автотранспорт, также на ЖД-транспорт. Здесь производятся комплектующие детали для зерносушильных комплексов, которые потом впоследствии уже на объекте собираются уже в большие комплексы. Это целый завод от приема, сушки, очистки, хранения и отгрузки. Это все различные крупные металлоконструкции. Сушка производится до 14% влажности. У нас требуется сушка, потому что по нашим климатическим условиям влажность зерна бывает разная. И 40%, и 30%. Поэтому если жаркое лето, то минимум 18%. Все равно надо досушивать. Зерно подается сначала на очистку предварительную, отбирается мусор, камни, и зерно подается уже дальше. И тут уже потребитель хозяйства смотрит. Если им нужно фуражное, не требуется дальнейшей очистки, доведение зерна до товарной кондиции. Тогда уже это зерно перенаправляется для дальнейшей переработки в комбикорм или же складывается в силоса хранения. Производимые силоса хранения, они тоже могут быть различной вместимости от 1000 тонн до 5000 тонн и различной конфигурации. К нам могут обращаться как предприятия, так и сельхозпредприятия. Дают заявку, что конкретно им необходимо. После этого уже идет проработка с конструкторами. Производится формирование самого заказа на производство. Производится все на территории завода на многих участках. Затем это все сводится в одно место и выводится непосредственно на объект, где будет происходить монтаж данного оборудования. И мы делаем этот инжиниринговый проект под ключ. То есть мы разрабатываем полную технологию, даем заказчикам, даем техзадание на фундамент, потом его принимаем. И если же мы заключаем договор на монтаж, то у нас тогда получается под ключ. От проекта до ввода в эксплуатацию. Полностью сопровождение. Третье направление – это производство стальных панельных радиаторов, которое по результатам работы в 2020 году занимает. В общем объеме 40%. В 2009 году возникла идея производить стальные панельные радиаторы. Тоже никаким отношением к литильмашу, как бы сельхозмашиностроению не было. На тот момент это направление в республике не было представлено никем. А рост потребителей в стране был бурный, так как стальные панельные радиаторы – это очень бюджетный и очень качественный продукт, в отличие с чугунными. Была ставлена задача импортозамещения. И в 2009 году был реализован проект. Поддержка была государства. Выделили кредитные ресурсы для приобретения линий. Буквально за два года вышли на проектную мощность. И на тот момент в России тоже не было ни одного завода. И, соответственно, 100% практически уходило на экспорт. И было явно видно, и белорусскому рынку даже не хватало. Поэтому было принято решение закупить вторую линию. Большей мощностью еще 250 тысяч радиаторов. В итоге доведя проектную мощность до 450 тысяч. И с 2013 по 2015 также вышли на максимальный объем. Здесь изготавливаются панели. Это самая первая операция, когда приходит металл с медкомбината. И на разматривающие устройства, на прессе получаем панели. Так как в радиаторах большая миликлатура и больше тысячи типоразмеров, соответственно, размеры панелей различные. Парочная линия наша полностью автоматизирована. Первый этап. Формуем деталь, самую первую панель. Смена длится у нас 8 часов. За 8 часов средняя ТПД где-то 350-400 радиаторов. В начале линии мы запускаем панель. И уже спустя 10 минут получаем готовое изделие, которое дальше поступает уже на ванноиспытание. Радиатор у нас 100% происходит испытание. То есть для того, чтобы устранить брак, течь и так далее. Гарантия дается на каждый радиатор на 100%. Этот сегмент предназначен для отопления жилых помещений, административных зданий. Основной потребитель – это строительные компании. Доля наших радиаторов на рынке в общем Беларуси – 70-75% экспорта в разные страны. Но, к сожалению, глобальные проблемы внесли свои коррективы в планы. Началось потихоньку падение объемов по целому ряду причин. Мы пообщались с людьми. Пообещал я, что сделаю все меры, чтобы восстановить работу. На сегодняшний день мы уже вышли на 18 тысяч радиаторов в месяц. И дальше продолжаем наращивать объемы производства. Мы все-таки планируем восстановить нашу былую славу и наши мощности. Довести до 450 тысяч радиаторов. Но за ближайшие два года мы должны это сделать. И прорабатываем вопрос на приобретение третьей линии, чтобы довести, возможно, мощности 750, а может и миллион штук. Появился заказчик, который искал партнеров по производству вот этих контейнеров. Естественно, в кратчайшие сроки мы провели подготовку производства, переориентировались. В результате за весь 19-й год мы сделали тысячу контейнеров. Значит, сейчас продолжаем контейнеры и начинаем с 116-х, 140 штук. Поэтому тоже готовьте, обсуждайте, делаем это дело. Мы уже два года занимаемся производством контейнеров железнодорожных для перевозки стали, сформированной в рулоны. Сейчас ситуация такая, что мы не успеваем выполнять все заказы потребителей. Поэтому, если в 19-й год, вторая половина мы оптимизировали численность, то сейчас мы набираем. Я работаю в этом цеху с открытия, его открытия уже более 10 лет. Конкретно доверенная мне техника – это эксцентриковый пресс, почти 510 тонн. Максимальная скорость его – 80 ударов в минуту. Соответственно, он один может произвести заготовок почти на тысячу радиаторов. Я стараюсь все-таки не брать специалистов со стороны, а вырастить своих. И, слава богу, есть. Есть кого учить. Но поначалу они боялись, очень боялись ответственности. Но я сказал, что никого тут наказывать не буду, будем вместе исправлять ситуацию. И, соответственно, уже появился интерес и работать, и зарплату повысили. Наставнившество у нас присутствует. Естественно, у нас есть опытные специалисты, которым их и 70 лет мы их на пенсию не отправляем, потому что незаменимые есть. На протяжении всей истории предприятие всегда находилось в ногу со временем, искало новое направление в своем развитии и деятельности. Мы на сегодняшний день переживаем этапы возрождения. Мы имеем четкое представление, в каких направлениях мы будем развиваться. Мы разработали стратегию, которая позволяет восстановить объемы, которые были в прошлой пятилетке. Для этого у нас есть все необходимое. Есть понимание, есть продукт, есть технологии. Продукт востребован на рынке. Нужно просто добиваться поставленных задач на день, на месяц, на год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова